Чемпионат молодежной лиги вступил в решающую фазу плей-офф. По традиции, кубок Харламова проходит без Тюменского легиона. В прошедшем сезоне сибиряки, безусловно, уже не были мальчиками для битья, но ВОЗ остался все там же. Очень обидно, конечно, но еще раз я говорю, на это было много причин. Но я так думаю, если в начале сезона кто бы даже мне бы сказал, что мы наберем такое количество очков, ну я бы, наверное, не поверил бы даже сам. А именно 45 баллов за 50 проведенных встреч. С учетом системы, в которой за победу присуждается 2 очка, результат, особенно на фоне прошлого чемпионата, неплохой. Но если копнуть глубже, за сезон тюменцы провели 18 матчей с представителями сильнейшего, золотого дивизиона, того, куда и собирались пробиться. И сумели выиграть в них ровно 0 раз. В 13 играх уступили в основное время, еще в 5 случаях, в овертайме или по буллитам. По сравнению с тем, что было раньше сезон, получился более-менее удачный. Но задача, в первую очередь, была все равно попасть в заветный плей-ин. Ее не выполнили. Поэтому, ну, больше трех за такой сезон все равно ставить нельзя. Как бы, по сути, новая команда была процентов на 80. Как бы, много приезжих ребят, там, с Омского подкрепления, там, с Челябинска, то есть с Магнитогорска. Хотелось большего, но в целом, как бы, для тюменской молодежной команды, в целом, немножко, как бы, прогресс есть. Надеюсь, что дальше только выше и вперед пойдет команда. Десант из других городов действительно пришелся ко двору. А потому выглядит вполне закономерным, что лучшим бомбардиром команды стал воспитанник Омской школы Данила Ганин. 52 очка по системе гол плюс пас за 48 матчей регулярки намекают, что Ганин с ножей вожака стаи справился. Тем удивительней, что в рубин вызова он так и не получил. Я не знаю, но в любом случае, конечно, хотелось получить этот шанс, но, значит, может быть, я не готов, может быть, тренерский штаб как-то и руководство клуба решает по-другому, но я был бы рад, и я думаю, я бы постарался воспользоваться ему себя 100%. Кстати, из «Легиона», априори ближайшего резерва «Рубина», в этом сезоне наверх поднималось лишь три человека. Это Егор Егоров, Макарна Срединов. Помимо них, пару встреч в начале чемпионата в МХЛ провел защитник Иван Миледин. А вот другой игрок обороны Владимир Крикунов, рубиновый свитер, так и не примерил. Капитан Тюменцев провел свой последний сезон в МХЛ, и его будущее в родном клубе по-прежнему туманно. Пока нет, ничего еще не говорили. Сейчас время пойдет, первая команда у нас в плей-офф играет, у них тоже там задача за кубок Бориса. Поэтому пока ничего нет, отдыхаем. Сейчас распустили нас до 3 апреля, потом будут снова собирать на тренировки. Поэтому пока так, всегда на связи, и если какая-то информация поступит, все, буду знать, что делать дальше. Подводя итоги сезона, можно говорить о прогрессе сибиряков, но лишь локальном. Конкурировать с лучшими командами Востока у тюменцев все еще не получается. В борьбе соперников по второму эшелону дела обстоят лучше. Правда, шестое место среди девяти клубов вряд ли можно считать поводом для гордости. На этом фоне радуют индивидуальные достижения. Помимо Ганина отличились Артем Руденко и Александр Лазарев. Первый стал одним из лучших защитников бомбардиров чемпионата. Второй занял седьмое место среди главных снайперов Риги. И пусть это не помогло легионерам решить задачу на сезон, но болельщика заставило поверить. В этой команде нет места безволию. Очень рад, что болельщики поддерживали нас практически на всех матчах. Если начало чемпионата взять, то на наши игры вообще никто не приходил. За исключением нескольких человек. А сейчас приходят ребята, поддерживают, это нравится. Я думаю, что это самое главное, оценка. Развивалка всегда жила, мы всегда хотели выигрывать и хотели показать результат намного больше, чем в прошлом году. Просто хотели попасть в плей-ин. Не знаю, очень обидно на самом деле, так что получилось. Все пацаны молодцы в том плане, что идея была, как бы, вот именно этот плей-ин, как бы, показать, что вот ремеский хоккей все равно надо ему из ямы выкарабкаться. И эта цель была. И за счет нее жили. Тренерский штаб постоянно мотивировал этим, как бы, заводил, напоминал, как бы. И все шли все равно, как бы. Когда уже полностью, да, шансы потеряли, ну, стало обидно, не получилось. Ну, не все сразу. Сразу оно, ничего не бывает, поэтому так.